Чиновники США и Евросоюза обсуждают возможные меры по ограничению импорта нефти в Евросоюз из России и сокращению расходов, которые Москва получает от продажи сырья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Обсуждаемые варианты включают полный запрет поставок, установление ценового порога, использование расчетного механизма, который позволит удержать выручку России, полученную с начала войны в Украине. По словам одного из источников Bloomberg, цель переговоров – выяснить, какой максимально сильный удар можно нанести по президенту России Владимира Путину. Одно из опасений США заключается в том, что запрет на импорт нефти в Евросоюзе может привести к резкому росту цен на сырье и принести Кремлю еще больше доходов. Как утверждают источники издания, Евросоюз может выдвинуть предложение для обсуждения странам Евросоюза уже на следующей неделе. По мнению одного из собеседников Bloomberg, странам Евросоюза будет проще достичь консенсуса относительно ограничения импорта нефти, чем по эмбарго на дизельное топливо и другую продукцию. Напомню, что 22 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкая эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт в Украине, а приведет лишь к серьезному экономическому кризису в ФРГ и всей Европе. Он добавил, что в результате эмбарго может пострадать вся европейская экономика, что создало бы сложности для финансирования восстановления Украины после окончания военного конфликта. Ранее министр финансов Франции Брюно Лемер сообщил, что эмбарго на российский газ пока не обсуждался в качестве возможных санкций против России. Он добавил, что запрет на газ из России может привести к остановке экономики нескольких стран. Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия. Ранее эмбарго вели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС. Bank of America, один из крупнейших банков в Соединенных Штатах, закрыл счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Цитирую, по сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. Одно время блокировался даже выезд из посольства, сказал Антонов. Посол России также упомянул достаточно многочисленные демонстрации у посольства. Кроме того, по его словам, были акты вандализма, обливали краской. Антонов связал это с русофобией, которая развернута на данный момент США. Ну, понятно, что другого объяснения у российского посла нет и быть не может. В прошлом Антонов не раз жаловался на притеснения со стороны американских властей. Так он говорил о неоднократных высылках дипломатов Российской Федерации, о том, что ему самому угрожали отъездом из Вашингтона. Биржи NASDAQ в США и странах Северной Европы прекратят работу в России с 29 апреля. Об этом в письме клиентам сообщил датский брокер SacoBank. Как отмечается в письме, это приведет к прекращению доступа к биржам для резидентов России. Российские клиенты, сообщил SacoBank, не будут иметь доступа к рыночным данным с NASDAQ, а также не смогут продолжать совершать сделки на этой бирже, в том числе закрывать уже открытые позиции онлайн. Это все еще можно будет сделать напрямую, обратившись к брокеру. Два источника на финансовом рынке утверждают, что новые ограничения не повлияют на инвестиции россиян в акции, торгующиеся на NASDAQ через СПБ-биржу. Биржа NASDAQ, основанная в 1971 году, специализируется на акциях высокотехнологичных компаний. Она является одной из ключевых американских площадок наряду с Нью-Йоркской фондовой биржей. Суд в штате Кентукки обязал компанию Gravity Diagnostics выплатить ее бывшему работнику 450 тысяч долларов компенсации за коллективное празднование его дня рождения, вопреки его недвусмысленной просьбе не делать этого, и за последовавшее за этим увольнение. Работник Кевин Берлинг попросил руководство компании не устраивать праздник в честь его дня рождения, поскольку он страдает от приступов паники. Несмотря на это, Берлингу устроили вечеринку-сюрприз, который он был вынужден сбежать. На следующий день Берлинг был вызван к руководству, которое начало отчитывать его за лишение, как было сказано коллектива, возможности порадоваться и за детское поведение. После того, как в кабинете руководства у него случился еще один приступ паники, Берлинг был отправлен на два дня домой, а затем уволен с формулировкой представляет угрозу для других работников. Суд присяжных после двух дней слушаний обязал Gravity Diagnostic заплатить Берлингу 300 тысяч долларов компенсации за психологический ущерб и 150 тысяч долларов за незаконное увольнение. Адвокаты компании заявили, что намерены оспорить решение вышестоящей инстанции. Ну и Кайло Горди, 30-летнего донора спермы США, у него 46 биологических детей, после своего путешествия по Великобритании и Европе он станет отцом в 55-й раз. По рассказу мужчины, он всегда имел, желал, всегда мечтал иметь детей, но не хотел вступать в отношения, поскольку его отталкивал высокий уровень разводов и ответственность, связанная с моногамией. В 2014 году он сделал свое первое успешное пожертвование спермы, его клиентом была подруга, которая хотела завести ребенка со своей девушкой. После этого он стал продвигать свои услуги через соцсети. По словам Горди, как правило, он жертвует сперму для искусственного оплодотворения. В 10% случаев для зачатия ребенка используется половой акт. Цитирую, некоторые женщины предпочитают старомодный способ, потому что не хотят тратить время и считают, что так будет эффективнее. Они спрашивают, можем ли мы просто заняться сексом, я отвечаю, что готов к этому, и мы обменяемся тестами на ZPPP, утверждает он. Горди заботится о своем здоровье, предпочитает органическую пищу, утверждает, что не курит и не употребляет кофеин, алкоголь или запрещенные средства. Он считает, что потенциальных родителей привлекает его образованность, внешность рожденных детей и положительный опыт беременных женщин, которые были его клиентками. Мужчина лично встречался только с девятью своими детьми и управляет групповым чатом, в котором общаются все мамы его детей. Он ничего не берет за свои пожертвования и говорит, что занимается донорством просто потому, что хочет помочь женщинам завести детей. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова